У меня вот одноклассница из первой школы женилась, ему 17, ей 18, нормально, в принципе, думаю, хорошо, а вот из второй школы у меня одноклассница уже ребёнка завела, Дашка её звали вроде, а может и не Дашка, вот, чё там, ну вот, ещё Маринка, Маринка не та, которая Маринка, другая Маринка, у меня несколько Маринка, она тоже женилась, я вообще не понимаю, на самом деле у меня, походу, все женились, ну, кроме там... Подожди, а вот это Вика, с универа твоего, ты тоже вроде говорила, что ей вот это, замуж её позвали, не? Да, они уже тоже свадьбу отгрохали, и вот, наверное, ребёнок скоро будет, да, конечно, очень интересно, слушай, всё это, чё я разболталась, у меня вообще-то дела, мне нужно идти, ага, хорошо? Слушай, а, подожди, 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 стой, 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 а к чему вообще сейчас этот разговор весь был про женитьбу, свадьбу, детей и всё остальное среди белого дня? А я не знаю, зачем на самом деле этот разговор был, мы просто, мы просто хотим побалтать с тобой, там, знаешь, поговорить, вот, люди женятся, там, детей заводят, ну, да, ладно, ты не бери в голову, а этот шлем, вот этот вот черепаший, это его надо снять, да? Это, подожди, или я тупой, или я тупой, тут один вариант из двух, это сейчас намёк какой-то был? Какой, не-е-е, ты что, какой намёк, да это я просто так, житейские разговорчики, ты, Мишель, когда новый сделаешь, кстати? Да, скоро тебе сделаю, вот это Незерит, главное, сейчас пойти добыть, это у нас Незерит, у нас только два кусочка дома, а там вроде четыре надо, если я не ошибаюсь, Да, подожди, подожди, со своими делами, у нас ещё с тобой много времени впереди, мы со всеми делами сможем разобраться, ты мне ответь на это, к чему это сейчас был этот разговор, Дашка, Вика женилась, Маринка женилась, детей нарожала, ты думаешь, мне это интересно? Так, уже почти у цели, какой ты мост красивый сделал, удобный такой, прям, можно сразу вот не переплывать, сразу по мостику перешёл и всё, так, отлично Для этого я его и сделал, чтобы он удобным был, только вот здесь ещё не доделал, вот там он ещё не готовый, там обрыв такой, но в принципе, да, за сто с чем-то там серии выживания, наконец-то, можешь себе мост уже позволить сделать Слушай, я тебе предлагаю всё же попродолжить на нашу вот эту тему с разговорами про женитьбу, про сва... Чё, чё говоришь? Ты с какого перепуга в этой жизни? Что у тебя в голове повернулось, что ты решила то, что ты можешь сцену ломать? О, да я, ты, 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 ты не волнуйся, я её не ломаю, нет, тебе кажется Нифига себе мне тогда как кажется, мне прям кажется, прям хорошо так кажется Если мне кажется, что ты её не ломаешь, а ты её ломаешь или наоборот, чё ты тогда делаешь-то? А, ты на самом деле, вот, знаешь, что такое кризис творческий? Вот ты знаешь, что такой творческий кризис? Ну, ну да, знаю Я решила взять небольшой перерыв в карьере певицы. Ну такой, знаешь, небольшой. И вот, наверное, сцену надо будет переделать как-то. Ну, в общем, она не приносит мне радости. И место уже закончилось. Поможешь собрать это ресурсы? Надо будет отнести на склад их. Подожди, так ты можешь ее просто оставить, а когда творческий кризис закончится, и ты заново сможешь петь, ты опять сюда придешь и начнешь петь? Зачем ее ломать-то? Нет, 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 нет. Мне нужна будет другая сцена, может быть, и другое место. Ну, в общем, нет, сейчас эта сцена тут точно не должна стоять. Она приносит мне душевную боль. А мне нравилось, когда ты пела, да я уверен, что и всем подписчикам, которые сейчас... Никому не нравилось, когда я пелась. Да, в смысле? Вот что ты вместо подписчиков тебе нравилось? Вот напиши в коммент. Да всем нравилось. Я вообще обожала, как ты поешь. И подписчики, ты комменты читаешь, подписчики под каждой серией кричат, чтобы ты какую-то новую песенку спела. Да у меня голоса нет, и вообще ноту я вот си и ля не беру. А ну, а ну возьми ноту си и ля, а ну давай. Си! Ля! Ну, нет, 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 не выходит. Нет, я неприрожденная певица, и мне нельзя этим заниматься, короче. Ну, не все певцы певцы, а не все певицы певички. Ну, в смысле, не у всех есть певичное образование, можно петь от души, и будет хорошо получаться, Кать. Слушай, давай вот так оставим, я уже устала ломать, а? Не, я сейчас вообще ничего не понял. Ну, слушай, когда у тебя вот это пройдет твой творческий кризис, когда ты заново будешь сцену вот эту перестраивать, ты меня не проси помочь ей построить, я тебе не буду помогать, ты ее сама сломала. Так я ее сама построила, сама по сути сломала. Ты что, не помнишь, это же моя сцена? Ну, в принципе, да, она же сама ее строила. Ну, тогда в следующий раз тоже сама будешь строить, я тебе даже помогать не буду. Ой, да и не надо сама построить, как в первый, так и во второй раз. Ну, ты же понимаешь, что это совершенно неправильно? Ну, ты бы еще хотя бы денек подождала, но настроение твое певичное бы вернулось, и ты заново бы начала петь. Ну, Кать, ну так нельзя делать. Ничего у меня в этой жизни больше с пением не получится. У меня голос какой-то лягушки болотный какой-то. Нет, я не достойна этой сцены, я не достойна петь, я даже перестраивать ничего не буду. Сейчас ресурсы разложу, и все, и пойду домой спать. А, нет, 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 я не могу этого допустить. Я хоть тебе вот только что сказал то, что я не буду тебе помогать вот это все перестраивать, но я прям сейчас возьму блоки, прям сейчас возьму. Сейчас, подожди, пурпурные блоки возьму, призмарину возьму, вот этого хватит. я пойду что я пойду перестрою тебе полностью не нужна сцена нет я хотела по другому проекту построить нет 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 стой да нельзя тебе говорю туда нет не надо ничего строй нет я пойду перестрою остановись сейчас же я тебе говорю что смотри на меня стой нет сюда иди сюда подойдет ближе подойдите спокойно я пойду туда я сейчас выстрелю тебе задницу вот этой вот спектральной стрелой все я уже целюсь сейчас не подойдет сюда а я вот беру и я вот иду вот туда и ты мне ничего не сделаешь я пойду и перестрою всю сцену не вернись вернись у меня для тебя кое-что есть что у тебя для меня есть быстро давай ближе к делу я пойду туда так это ближе к делу это ты ближе ко мне сюда подойди я тебе расскажу что мне для тебя есть сюда бы давай говори уже у тебя две секунды 1 2 у меня для тебя есть квест какой квест да ты ты что ты просто сейчас отмазываешься потому что не хочешь чтобы я пошел тебе сцену построить нет никакого квеста у меня есть квест офигенный отличный кто-то у меня там дерет игорь игорь ломаешь сюрприз блин иди отсюда у меня есть для тебя квест самый настоящий он такой будет загадочный атмосферный доедрить вас в это в одно место дайте мне сказать человеку что у меня для него подарок я слушаю так вот квест у меня для тебя есть и в конце тебя ожидает кое-что очень прикольное поэтому ты должен сейчас пройти за мной ты меня обманываешь прямо так и скажи слушай на вот это гнилую плот съешь и все уже успокойся ничего я тебя не обманываю ладно веди меня давай быстро наконец-то ура с какой-то при этот квест случайно не связан с разговором который у нас был в начале серии там свадьба это вот эти не куда тебя это сама нет ну хорошо давай покажешь мне свой квест для начала игорей надо всех перебить здесь а потом покажу итак первое задание надеюсь вы готовы вы снаряжены и у вас есть силы на выполнение этого задания для начала вам нужно найти огромный такой стержень в нашем городе в нем однажды я лишилась зрения вам нужно отправиться туда и найти следующую подсказку я знаю что тебе будет сложно короче тебе нужно в нашем городе отыскать что-то очень большое продолговатое а самое главное там я лишилась своего зрения однажды думай самое большое и самое продолговатое это у нас в городе эйфелева башня и чем нет где туда надо отправлять но ты там не лишь когда ты вообще зрение от лишалась тут вообще не помню ты чё слепая было тебе надо подумать может быть это даже ты мне устроил когда-то в общем ищи огромное большое продолговатое где катя лишилась зрение лишилась так в маяке я тебе троллинг один раз делал ты надела надела на пушку вот эту тыкву с проклятием несъемности ты слепая ходила возможно это так тебе нужно съездить и проверить так значит у меня лодки не стоит есть лодка все а я а ты а ты плыви за мной чё ты вот так и устраивают квест людям большое продолговатое так давай заберемся по а тут дверь открыта значит ты здесь недавно была потому что ты за собой двери закрывать не умеешь ты же вроде как в лифте родилась или я не знаю так сейчас сюда заберемся на самый верх большое продолговатое как чё я выбраться так не могу кто эти люки тупые сюда ставит я потом не могу открыть это все вот так его с другой стороны надо ставить вот здесь так и здесь у нас сундучок а в сундучке у нас так стой стой ты где там намагниченный компас так балуешься значит вот этим магнититом новыми блоками балуешься из майкрафта так вот они то в сторону так и куда меня поведет это твой намагниченный компас он меня погоди погоди ты чё такой самостоятельный то подожди следующее задание тебе нужно взять компас и отправиться по его следам да ладно без тебя я бы наверно никогда бы не догадался так моя лодочка с черепахой ага плыви за нами да вытащи черепаху да мне надо с тобой ехать его не вытащу я черепаху давай поплыла за нами давай так он ведет куда-то в эту сторону слушай это прикольно а чё ты мне раньше не говорила то что ты вот этот почему ты раньше мне квесты всякие не делала так время пришло он ведет вроде в будку чебурака если я не ошибаюсь а нет он ведет сквозь будку чебурака вот в ту сторону ты там за мной успеваешь или нет а я уже привыкла спасибо давай он сюда ведь слушай может вот вот он ведет твой старенький дом вроде вот сюда показывает внутрь а нет показывает дальше вот туда куда-то вот что ли ну давай давай смотри как бы я подсказок развернулся развернулся компас другую сторону вот сюда подхожу опять развернулся опять развернул короче здесь вот здесь на этом месте я нашел ну так найти сначала что ты ищешь что ты ищешь стекло или воду он разворачивается вот здесь на этом месте это сто процентов вот здесь так а может быть вот там наверху я ничего не знаю ничего не знаю ну тогда давай заберемся с тобой вот сюда и посмотрим ну вроде он сюда ведет если я не ошибаюсь ты там успеваешь за мной нет а чё вдвоем этот лифт нельзя что ли я застряла посреди блоков да нет вроде можно подым так вот он я нашел магнитет не сундука в сундуке у нас под еще одна подсказка да сколько их подсказок так подсказки чё написано тебе нужно отправиться туда где находится огромная волосатая жопа я приплыла так что там за задание у тебя отправиться туда где огромная волосатая жопа находится а ну так вот я уже пришел вот она здесь перед а сейчас я скину отсюда ну нашел я волосатую жопу все какое следующее задание не нашел волосатую жопу ну как сказать так ладно хорошо да то все все это шутка это шутка огромная волосатая тупое задание где мне нам нужно ее найти там есть подсказка она самое главное там ты просто очень внимательно читаешь огромная волосатая это про наших детей что ли про животных ну близко горячо 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 про животных огромная волосатая жопа ладно давай мы с тобой спустимся я не знаю или а так вот панда ядреный случай я же на крыльях летел так наверное тебе нужно дать подсказку давай дать сразу подсказку это панда папа панды же огромные волосатые а пока ты куда приземлились это ты дома подожди иду из дома я шандарахнулся так иду к пандам давай здесь что-то внутри нет я думаю тебе надо дать подсказку значит так тебе нужно отправиться туда где вечная мерзлота где вечная мерзлота находится огромная волосатая жопа да все верно там у нас филипп живет так вот и вот этот ледниковый остров точно так это же очевидно сразу самого начала было подожди меня плыви за мной давай обратно это же очевидно было там где вот это всегда мерзлота вот это интересный кстати квест так давай зайдем точно точно в каком-то из вот этих бочек наверное еще один вот этот компас находится так здесь 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 ни черта нет ни в одной почки кто тебе сказал что следующее задание будет в бочке вот кто тебе такое сказал так подожди заби забери вот и вот это старое вот это все забери а где она спрятана походу где-то да вот здесь подел меня кукарачит уже по полной программе вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот еще один михуилус я тебя просто хард-режим хард-режим давай убегай оттуда я же случайно нашел так на магничный компас который показывает опять вот туда так теперь я с на лодке поплыву можно да ага давай поплыла давай за мной успела успела хорошо так он показывает вроде вот сюда портал батон показывает да наверно я не знаю давай заберемся вот и пойдем посмотрим чё там а нет он показывает дальше чем портал он показывает походу на наше кладбище с тобой только не говорит о что следующий предмет и где-то на кладбище спрятала я тебя прошу ну так а может быть самое интересное как раз таки она здесь будет подожди подожди и здесь он только что вот он здесь разворачивается и молодец здесь в этой могиле вроде как есть я сундук таки сундуке книга и перо забираю вот это обратно здесь написано найди того кто на тебя похож похож на все сто процентов ну что есть мысли догадки тот кто на меня похож на сто процентов ну слушай в этом мире майкрафта только одно даже не существо а что-то одно похоже на меня на сто процентов и это запросто я знаю что это моя статуя вот это вот здесь ты а здесь ты здесь здесь я какой ты быстрее за тобой даже не успеваю где ты блин куда ты полетела вижу тебя все вижу 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 возле сердечка уже нахожусь так ну вот я нашел и чем ее вот это разрывать там внутри в башке у меня сундук будет что погоди погоди небольшая это ошибочка вышла оказывается тут две вещи которые на тебя похожи на сто процентов но кажется это не она смысл и мужика немножечко я ошиблась есть еще вторая что вторая ну вторая статуя есть я немножечко это вот в расчетах ошиблась вот поэтому извини дальше короче еще одна есть вторая статуя перчиков в деревне вторая статуя перчика ну если не вот эта статуя значит сто процентов статуя перчика все талите за мной а как я тебе из воды то полечу все просто два раза на пробел нажми и все не получается ты меня опять бросил тут вот здесь она находится если катя мне какую-то фигню не сказал вижу сундук у себя во рту вот здесь прям на него приземлился и в сундуке еще один ядреный суть еще один на магичный компас а этот квест он вечный будет что ли а если ты меня еще ждать если ты меня еще ждал ой-ой-ой-ой-ой падай 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 господи ти больше никогда квест устраивать не буду так и он ведет я пока что в душе не чаю куда об только не гри пожалуйста что обратно в наш город я тебя прошу кать все может быть в этом квесте поэтому он такой загадочный ладно петарды в зубы как катя горит и полетели давай ага у меня петарды кончились я просто придется на вагонетке ехать да давай или пешочком давай ну ведет он сто процентов налево сейчас прямо в ту сторону а не торопись там не торопись там не торопись чё не торопись ну он точно ведет туда ну там это прямо да прямо быстро так не беги да я вроде аккуратно но он стоп так а чё ты вначале мне говорила сюда не идти он ведет на твою вот эту разрушенную сцену вот сюда вот вот в это вот в это направлень тадам ты выполнил этот квест так погоди погоди ты меня отвлекала всю эту серию со своим этим квестом с этими своими компасами чтобы наркоманы вот эти мне магазин лека построили да но по моему проекту подожди подожди вы где построили магазин то я нафига сцену ломала а вы тут должны были построить а вы так все как обычно не по плану идет ты саду строят и сцену сломала для того чтобы не там магаз построили ну да я планировала вот здесь на этом месте чтобы твой магазин был поэтому сцену кокнуло они что-то немножечко не туда постараюсь но все равно все равно все равно что ты лоханулась что они лоханулись это безра лет так ты ждешь то что я лего обожаю у меня все здесь что здесь посмотри смотри у нас же чтобы праздник юбилей там полугодовщина мы чтобы полгода не виделись а ну это не праздник то что мы с тобой полгода не виделись это не праздник Ну, подписчики решили, что это праздник. Так, а, и подожди, пока ты меня за нос там водила со своим квестом, вот хрэ, вот это печенька, миа и молё. Так это вы строили, так это не ты строила, это они строили, получается. Ну, я как бы руководила процессом, я их позвала. Конечно, я такое никогда в жизни не построю, но стой тут, стой тут, самое главное, самое интересное вот здесь. Ты готов? Ну, давай. Ой, ой-ой-ой. А? А? Свет! Короче, это твой новый бизнес, это твой магазин, ты будешь теперь здесь всё продавать. Я тут, конечно, всё... Слушай, мы с тобой, мы с Катей были в Париже, когда-то там, в прошлом году вроде как, и там мы были в магазине Лего, он прям почти точно такой же, только... Да, только там ещё игрушки стояли. Ну да, там игрушки стояли, а тут на полу кораллы стоят. Ну, в любом случае, свет включи, ничего не вижу. Да прикольно нажимать, а где я потеряла? Сейчас, подожди, где рычаг? Ребята, где рычаг? Ну, там, вот слева, ты там только что тыкала. А, во-во-во, всё, нашла, нашла, темно, ничего не видно. О! Автоматический свет. И это что получается? Справа вот этот бизнес, твой Катя Крафт, а здесь вот это Эдисон, слушай, давай вот тут тоже Эдисон напишем. А, нет, 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 мы ничего писать не будем. Тут вот как есть, так оно и есть. В общем, это твой подарок, твой новый бизнес, мы будем делать бабки. Поздравляю! Вот сейчас мы точно будем делать бабки, точно из лего будем делать бабки. Вот это хорошо, слушай, ну я бы вас тоже сейчас расцеловал всех, но не буду, не буду расцеловать. Да они не там построили вообще. Они не там построили, ну а зачем Катя? Всё, идите тогда дальше, запряги их, чтобы не дальше пошлите вот эту сцену строить, а? А, идём, значит, ко мне на склад, ко мне на склад, к нам на склад, идём, берём все ресурсы для сцены и обратно строим мою сцену, ясно? Чё стоим, пердим, жопой трясём, на склад побежали за ресурсами, давайте! И спасибо вам, только давайте, одна нога тут, другая нога там, беги туда, малёк. Ну тебе нравится, тебе нравится! Вот это полгода не виделись, годовщина, мне нравится, прям очень, всю жизнь о таком даже мечтать не мог, а тут появилась, и нате. Так, ну что, сцены нет, я тогда пойду вот в этот магазин, прям петь и буду. И праздничная песня, Валерий Меладзе, Небеса. Небеса, мои обетованные, что же вы молчите, опять высотою маня? Небеса! Ты танцуй со мной! Субтитры подогнал «Симон»!